Накануне во всем мире отмечался неофициальный экологический праздник Международный День Белок. Считается, что именно в это время начинается самый тяжелый период для этих маленьких зверьков. Тюменцы не остались в стороне и по такому случаю решили создать в сквере школьном условия для комфортной жизни и зимовки грызунов. Мария Ремезова продолжит. Хожу теперь каждый день, как будто и ребенка не покормила. Вот мне надо покормить. Тюменка Тамара Нестерова живет рядом со сквером школьным, а в сквере живут белки. Вместе с неравнодушными соседями женщина решила разместить в парке бельчатники. Повесить их помогли сотрудники управы Ленинского округа. Начали уже подкармливать, я видела, с орешками ходят. Я туда положила сено, грецких орехов им на новоселье. И думаю, что они будут приятно удивлены. Все, тут есть новые жители, как бы надо с пониманием относиться. Семья Ковшининых каждый год мастерит домики для птиц. Создание бельчатника для них – новый опыт. Задачи супруги справились на ура. Просторные хоромы для грызунов уже на днях появятся в одном из городских парков. Приходит зима, и белкам, можно сказать, жить негде. Мы решили помочь городу сделать бельчатник. Просто решили и сделали. У нас на это ушло полтора дня. В прошлый год мы штук 15 скворечников сделали, также синичники делали. Построить белкин дом решили и школьники. В 16-й гимназии на уроках труда ребята мастерят в основном кормушки и скворечники. Сегодня они начали работу над бельчатником. Я шел после уроков домой и вижу белок в парке нашем новом, после реконструкции. И на следующий день я прихожу в школу, говорю учителю технологии, что давайте сделаем бельчатник. Учитель поддержал идею, и одноклассники тоже поддержали. Экологи уверяют, городским белкам наша помощь жизненно необходима. Чтобы бельчатник был построен не зря, важно соблюдать правила. Главное не вешать низко. Белки низко не живут. Это на высоте минимум 5 метров, 6 метров. Не на гвозди прибили, и деревьев жалко, и по технологии это нельзя. А именно привязали бельчатники, притянули там проволокой или как-то, тогда будет все по правилам. Размер домика должен быть примерно 40 на 40. Как утеплять бельчатник можно природными материалами или кусочками меха. А вот поролон в качестве утеплителя опасен. Самого зверька зимой рекомендуется кормить крупами либо орехами. Мария Ремезова, Мадина Титова, Владимир Кондратьев, Михаил Болбель, Тюменская служба новостей.